Вы слушаете радио Болткома. Регина Лочмола высказала свою позицию по поводу этого закона, уже провозглашенного президентом. Сейчас у нас на прямой связи предприниматель Евгений Гомбар, который представит свою точку зрения. И это правильно, потому что, естественно, нужно выслушать и не только арендаторов земли, но и тем, кому принадлежит земля. Правда, Евгений, я так понимаю, у вас не так много земельных участков, но, тем не менее, проблема есть. Добрый день. Здравствуйте. Нет, у меня как раз совсем немного земельных участков, где-то от прошлой эпохи завалялось два, на достаточно небольших. Поэтому меня эта проблема интересует достаточно академически. Но получилось так, что когда эта дискуссия возникла в Сейне, потом ее описали в Делфи, ну и я на Фейсбуке высказал там свои замечания к этому делу, поскольку больше всех там, ну, больше всех. Сильно выступала депутат Лочмелла. Меня ее позиция не то чтобы удивила, это просто позиция политика, а речь идет о коммерции. И я высказал там на Фейсбуке свои замечания, свои отношения, а потом, оказалось, мне рассказали, что Рекина вынесла эту полемику на радио. Ну, тут я предложил даже готов с ней встретиться, но мне сказали, что вот мы предоставили такую возможность выступить. Да. Вот ваша позиция тогда чуть-чуть обозначить по этому закону. Вообще был ли он нужен или можно было как-то по-другому решить вот эту проблему, в принципе, которой уже не один десяток лет? Проблема, конечно, существует, она такая заскорузлая. Но мое понимание произошедшего, что вот этот принятый и провозглашенный закон президентом абсолютно мертвый, но он мертворожден. Он просто не будет работать по, ну, он не будет работать и все. А почему? Потому что вот ты сказал насчет принудительного выкупа. Нет там, к сожалению, принудительного выкупа. И все это, вот я прослушал 38-минутную программу в архиве с Орегиной. И то, что она говорит, но тоже имеет, вообще говоря, мало смысла, на мой взгляд. Почему, если, значит, расскажу, в этой проблеме имеются две стороны, покупатель и продавец. Не так ли, да? Да, конечно, естественно, естественно. Значит, и каждая из этих сторон имеет свою точку зрения, свою проблему. С кого начнем? С продавцов или с покупателей? Ну, давай, может быть, начнем с покупателей, так, чтобы было понятно их, в какой ситуации они находятся. А покупатели? Покупатели, они находятся... Нет, я, пожалуй, все-таки с продавцом. Давай. Давай. Значит, продавцы, то, что Регина называет земельные бароны. Это, естественно, имеет некую отрицательную коннотацию. То есть, ну, бароны – плохие люди, скажем так. Более того, у них она рассказывала о Владимире Ткаченко, так он вообще возглавляет организацию «Народ против земельных баронов». Да. Ну, может быть, не ты имелся в виду, но неважно. Все-таки давай, по сути, проблемы. А чем я хуже? У меня тоже есть клочок земли, мелкий, под какими-то домами. Ну, в любом случае, барон Гомберг – это звучит, согласись. Да, земельный барон Гомберг. Да. Звучит. И причем там лексика такая интересная. То, что делает депутат Лочмола, она защищает интересы жильцов. А бароны – они лоббируют. Совсем плохие люди. Да. Так вот, кстати, знаете, как по-английски земельный барон? Landlord. То есть, landlord по-английски – это арендодатель любой земли, квартиры. Вы квартиру снимаете, у вас будет landlord. То есть, хозяин земли, хотя он вам квартиру сдает. Если вы попробуете разъяснить нашу проблему англичанину, он вообще не поймет. Потому что landlord – это самое обычное, понятное явление. А что, получается, вы вообще против аренды? Спросят англичане. Ну, неважно. Так вот, что такое landlord? Какова экономика этих landlord сегодня, которые очень плохие, которые скупили, видите ли, по грошовым ценам когда-то эту землю. Причем скупили они у кого? У тех, кто получил эту землю по денационализации. И когда об этом во время дискуссии там Кирштейн сказал, новое изложение Дельфи, то Регина Лотчмелла его парировала, цитирую Дельфи, парировала, что тех, кому это досталось, уже давно нет, а вокруг от них перекупщики. А перекупщик, он тоже по определению плохой. А с другой стороны, а что сделали эти перекупщики, когда те, кто получили эту землю, те самые бабушки, о которых там печется именно согласие, легендарные бабушки, старушки, вот они получили эту землю, а что им с ней делать? Они не умеют ни аренду получать, ни работать с этим, они не хотят. Они просто продали эту землю тем, кто хотел их купить, получили свои деньги, успокоились и счастливы навсегда. А те, кто купили, они купили, ну вы можете говорить, что по бросовым ценам, но это немножко вранье, потому что всегда при такой покупке земли под домом у жителей, у жильцов дома всегда было право первой руки. И поэтому, если эти вот земельные бароны купили, они не могли это просто купить без вашего отказа жильцов от права первой руки. В каждой такой сделке есть отказ жильцов, мы не хотим это покупать, хотя они могли купить по тем ценам, которые тогда были, но неважно. А скупили эти земельные бароны вот эту землю, и что они теперь с ней делают? Значит, люди, которые ее купили, они фактически инвестировали деньги. Значит, они рассчитывали на некоторую отдачу, коммерческую отдачу, понятную причем, по понятным правилам игры. Значит, эти правила игры в свое время после многочисленных споров установил Сатферс Мастереса, суд конституционный. Он постановил, что эти самые, извините за выражение, земельные бароны должны получать 6% от кадастровой стоимости, а 6% это записанная в законе норма прибыли, и плюс 1,5% налога на землю. А что интересно, что, рассуждая про 4% всю передачу, 38 минут, Регина Лочмана ни разу не упомянула эту главную цифру, 1,5%. То есть, из полученной аренды вы должны заплатить 1,5% налога. Значит, когда игра начиналась, ну, уже после начала, то Верховное судо становилось 6,5%. Итого налог платят жильцы, а вы остаетесь со своими 6% законной прибыли. Мы говорим о законе. И было бы хорошо, но очень быстро про 1,5% забыли и перевесили их на лендлордов. Потом установили по суду 5% или 4%, я сейчас уже не помню. Но в какой-то момент, то есть, вы могли по суду добиться 5% аренды, а без суда 4%. Так вот, с 1 января установлена норма аренды от кадастровой стоимости 4%. А что такое 4%? Во-первых, из них надо вычесть 1,5% – это налог. Остается 2,5%. Регина там говорила, что будьте очень внимательны, посчитайте все с калькулятором, поговорите с юристами. А не нужны никакие калькуляторы. Все достаточно пальцев на одной руке. Вообще, говоря, речь идет о бустном счете. Итого, значит, если земельный барон получил свои 4% от арендаторов, он должен 1,5% заплатить в налоге, он остался 2,5%. На эти 2,5% ему рано или поздно, когда он захочет все-таки получить свои деньги из бизнеса, ему придется заплатить налог 25%. Итого вы остаетесь с цифрой 1,80%. Сейчас я посмотрю, у меня где-то тут вот считано. 1, так, зум. Точнее, так-так-так, 1,88%. Вычтите из этой цифры расходы на персонал, на администрирование этой суммы, уменьшите эту цифру на то, что далеко не все жильцы вообще это платят. Итого вы останетесь с цифрой 1,5%. То есть при EBITDA, значит, определение в коммерции, earnings before interest, tax, debit and depreciation, depreciation и amortization. То есть доход до налогов, амортизации и вычетов был у нас 4%, а после всего этого у нас остается 1,5%. Что такое 1,5% коммерции? Значит, коммерсант, вкладывая деньги, рассчитывает, когда он, наконец, сможет эти вложения отбить и приступить к получению прибыли. Если вы получаете 1,5% в год, то за сколько лет окупится у вас такое вложение? Поделите 1, то есть 100% поделите на 1,5%. Сколько получается? Примерно сколько? 60 лет. Да. 65. Итого, коммерсант, купивший вот эту землю при одних правилах игры, сейчас сидит совершенно в других правилах игры, и инвестиция у него окупится через 60 с лишним лет. Нормальная инвестиция? Да, нет, ну, видишь, здесь какая ситуация, ведь речь не идет о том, что фактически предприниматели или земельных баронов, как ты сказал, сейчас нужно их, не знаю, наказать или, наоборот, каким-то образом финансово простимулировать. Вот принят этот закон, мы вот говорили до эфира, за несколько дней, ты сказал, что фактически этот закон, ну, он такой мертворожденный, он работать не будет. Давай, может быть, чуть-чуть на этом сфокусируемся. Все, что ты сказал, естественно, имеет право быть, но, во-первых, на слух эти цифры плохо воспринимаются. Во-вторых, вот концептуально. Вот этот закон принят. А что теперь дальше? Чью проблему он вообще решает, на твой взгляд? Нет, так я продолжаю. Я хотел просто показать, что сегодня владение этой землей для так называемых земельных баронов абсолютно невыгодно. Оно бессмысленно. Более того, если вы эту землю еще взяли под нее банковский кредит, то вы вообще в минусе, он приносит большие убытки, такой бизнес. Это значит, что лично я, например, как землевладелец, был бы счастлив от этой собственности избавиться. То есть продать. Так. Но, посмотрите, ведь я вам описал этот бизнес не для того, чтобы показать, какие несчастные эти земельные бароны, а для того, чтобы те, кто его должен купить, жильцы, они-то попадают в эту же ситуацию. Значит, если для жильцов разница с этой землей составляет только то, что им не нужно будет платить налог на прибыль, если они ее купили. И, значит, у них не будет, очевидно, там расходов на администрирование. Если мы вычтем и оставим им чистые два... Вот они, купив эту землю, больше не будут платить 4%, а будут платить только полтора процента. Итого у них остается 2,5%. Я обращаю внимание, что это не имеет никакого отношения к абсолютным величинам. Вот там Регина говорила, там дорогая земля, тут дешевая земля, там кадастр правильный. Неправильно мы говорим только о процентах. Неважно, какова абсолютная... Да, я понял, общий смысл понятен, да. Да, значит, если жилец покупает такую землю, то он будет в год экономить 2,5%. Я правильно рассуждаю? Это легко воспринимать? Да. 4 минус 1,5, 2,5. За сколько лет отобьется у него такая инвестиция? Ну, быстренько делим 100 на 2,5 за 40. Правильно? За 40 лет, да. То есть жилец будет делать в инвестицию, которая окупится только через 40 лет. Спрашивается, нахрена ему это надо? Что такое 40 лет? В бизнесе по недвижимости есть некоторая норма прибыли. Значит, вот я помню, когда там Ремин настроили своих этих сараев, то они сначала их строили в собственности, а потом поняли, что владеть недвижимостью им не нужно, лучше они сядут там арендат. И они распродали все свои эти, так сказать, все свои... Ангары, заведения, магазины, да. Да, и ставили там арендаторы. При продаже цена определялась очень просто. Они спорили о количестве лет отбиваемости. И отсюда определилась аренда. Говорят, мы вам будем платить столько-то. Они говорят, хорошо, мы хотим это за 10 лет отбить. А, окей, тогда эту аренду умножали на 10. Значит, отбиваемость 10 лет. Потом эта цифра съехала до 12, короче, где-то до 15 лет. Это получается что-то такое 6,5%. Вот на этой цифре они стали уже договариваться. Что это означает? Что она отбивается в 15 лет. Сегодня по Риге уже не первый год бродят арендаторы, то есть инвесторы, которые ищут здания с денежным потоком. Ну, по себе знаю. Но этот денежный поток должен покрывать не менее 5% стоимость. То есть они рассчитывают в недвижимости, в окупаемость 20 лет. 5% – это 20 лет отбиваемости. Ниже никто не хочет. 4% никто не покупает. 3% никто не покупает. А у нас мы посчитали 1,8%. То есть для жильцов эта цифра абсолютно бессмысленная. Вкладывать что-то, когда эта экономия отобьется через 40 лет. Я могу перейти к абсолютным цифрам. Значит, у меня есть два участка, где-то там, а между плевниками, не знаю. Они мне достались от какой-то очень старой земельной сделки, там, 20-летней давности. Я за эти участки не платил. Они как-то там были отрублены. Ну, короче, значит, я с них получаю, но не я там, честно, и моя дочка. В год, вот, там было 6300 евро в год. Это когда один из участков платил 5%, а другой 4%. Так вот, с 1-го числа этого года они будут все платить 4% и очень довольны. Итого 5892 евро в год. Кадастровая стоимость 147300. Я перед этой передачей, честно говоря, я даже не знаю, сколько там квартир это платит. Я с трудом нашел телефон одного джентльмена из этого кооператива, представителя. И позвонил ему, говорю, здравствуйте, это товарищ... То есть, говорит, господин, там, назовем его Петров или Иванов, неважно, он меня поправляет. Товарищ. Я думаю, опа, уже попал. Самое, что ни на есть избирательный контингент, согласие. Ну и что, я говорю, спрашивайте, а сколько квартир-то вот нам платят? Он говорит, а вам зачем? Логично. Товарищ должен поинтересоваться? Да. Надо бдительность появлять. Пишите бумагу, мы вам напишем. Я говорю, да я вот тут то да сё там, извините. Вот. А как вы вообще к этому относитесь? Он говорит, а как я могу относиться? Я же даже цены не знаю. То есть, этот человек, который представляет кооператив, он не знает цены, по которой он должен выкупать. А при том, что эту цену, кадастровую стоимость, мы ему направляем в каждом инвойсе. С вас 4% от такой-то цены. Ну, я ещё не определил. Короче, этих людей это не интересует. Они не воспринимают закон всерьёз. Однако, если мы будем посчитаем, то что получается? Что, значит, жильцы платят, ну, назовём это, 6 тысяч в год. 6 тысяч. Ну, тупо. А, значит, если там, ну, возьмём, я не знаю, сколько там может быть квартир на 6 тысячах метров квадратных. Ну, назовём это, ну, тоже для круглого счёта 60 квартир. Значит, каждая квартира платит 100 евро в год. Так? Так. 100 евро в год. А делим в месяц, это получается 100 на 8 евро в месяц. Они доплачивают к коммунальному счёту. Теперь, значит, если мы возьмём 147 тысяч и поделим на 6 тысяч, мы получим, что нужно с каждого где-то 2,5 тысячи евро. Спрашивается. Значит, если человек платит 8 евро в месяц, и ему предлагают, чтобы не платить 8 евро, заплати-ка ты сразу 2,5 тысячи, но один раз. И что он вам скажет? Где я их возьму? А где возьмёшь? Ну, вот там в законе как-то так были намёки, что а пусть пойдёт, возьмёт кредит. Но понимая, что никто кредит не возьмёт, то есть они написали, говорили при обсуждении, что при таком кредите не надо было квартиру закладывать. А кто же ему даст вообще необеспеченный кредит? Кому это надо? То есть ни они деньги найти не смогут, ни даже если они смогли найти, то, значит, им вкладывать невыгодно ни за какие коврижки. Но проще платить 8 евро в месяц, чем 2,5-1 раз. Не так ли? Абсолютно. Хорошо. Тогда я, может быть, чуть забегаю вперёд, но всё-таки твои ощущения, поскольку ты на рынке недвижимости, не знаю, почти три десятка лет, если я не прав, ты меня поправишь, всё-таки твои ощущения. Что дальше будет? Ничего не будет происходить. То есть большинство жильцов многоквартирных домов, вот обобщая, они при помощи старшего по дому сами или там председателя кооператива решают, что пускай всё остаётся так, как есть, мы теперь будем платить 4%, зачем нам этот геморрой, поскольку там ещё и сдержки, самоправление государства, видимо, помогать не будет, кроме вот там якобы помощи с оформлением, и пускай всё будет так, как есть. Вот твои ощущения, зная вообще вот рынок недвижимости. Ну, я бы сказал так, что на недвижимости я занимался немножко так, в порядке развлечений, это был боковой бизнес, но, по крайней мере, даже в боковом режиме я всё равно занимался этим серьёзно. Значит, мне кажется, что не будет ничего происходить, потому что, понимаете, вот Регина Лочмила, она гордится тем, что она вот при обсуждении требовала снизить кадастровую стоимость для выкупа в два раза. Вот она этим... Это отдельный разговор, потому что это тоже экономическая абстракция. Но дело-то... Даже если вот 147 тысяч, ну, снизить её в два раза, ну, уважаемый депутат Лочмила, давайте тогда в обе стороны, и по-честному, снижайте в два раза, но сделайте этот выкуп обязательно. Поверьте, очень многие согласятся избавиться от этой большой ноши, чемодан без ручки, и сбагрить её хоть за полцены. Но давайте тогда сделайте это обязательно. И тогда, вот там Регина сказала в передаче, что выберите меня. Ну, так, очень трогательно, знаете, такая фраза, я вам понравилась, порекомендуйте меня вашим друзьям и знакомым. Так вот, если она добилась бы половины, но сделала бы по-честному, и сделала бы обязательно, да её выметут из Сейма. Потому что жильцам это не нужно, даже за половину. А что будет дальше, смотрите. Через... с 25-го года будет вводиться новый кадастр. Так? Конечно. И он уже должен был сейчас заработать, но... Перенесли по понятной причине, да. А? Перенесли по понятной причине, да. Да, перенесли его в какую-то туманную даль, потому что, ну, это было бы там слишком сильное возмущение. Не по карману. Значит, но вот в 25-м году он, так сказать, уже должен начаться. Предположим, увеличили в два раза. Ну, что ему сказать? Мне-то, как бы, я получаю там 6 тысяч, ну, 3,680 после вычета налогов. Я буду получать там 7,200. Ну, тоже спасибо. Но, но жильцы-то с этим не согласятся. Они поднимут крик, что как же так? Нам теперь 4% больно, и мы знаем, что будет, что начнется вот депутаты Лочмалы, да и остальные поддержат, и, наверное, как обычно скажут, да хватит, чего им 4% платить? Хватит им 3, а то и 2. Понимаете? То есть дальше все будет опять будут душить этих так называемых земельных барон. Если нет, то останется 4, будет крик невероятный. А почему сейчас, почему кадастровую цену вообще хотят поднять? Давно не поднимали, вот такой аргумент звучит. Что-что? Давно не поднимали, такой аргумент звучит со стороны Минюста. А почему нужно ее поднимать? Рынок изменился, есть и такое объяснение. А, так вот, давайте тогда разберем, что такое кадастровая стоимость, как она относится к рынку. Давайте. Значит, кадастровая стоимость, это как некоторая условная величина, которая к рынку вообще не имеет, имеет очень мало отношения. Другое дело, что, да, постоянно как-то стремятся ее сделать примерно соответствующей. Цифры кадастровой стоимости достались нам еще от советской власти, когда они были также без... Стоимость земли была так же бессмысленной, как безналичный рубль, если помните такие, да? Это была некоторая учетная абстракция, потому что рынка земли при советской власти не было вообще, она не покупалась и не продавалась, но все равно какая была кадастровая стоимость. Кадастровая стоимость используется для начисления налогов в первую очередь, ну и там пошлины при купле-продаже. Кадастровая стоимость к рынке, вот, значит, Регина говорит, что, ну они говорят, что вот надо уменьшить стоимость кадастровой, кадастровую стоимость под зданиями, потому что она не отвечает рыночной. Но она говорит о многоквартирных на чужой земле. Но давайте вообще вспомним о том, что подавляющее большинство зданий стоит на земле и которое принадлежит этому же зданию, это называется домовладение. Рыночная стоимость земли под таким домовладением равна нулю, потому что она юридически не продается. Ее нельзя продать землю под домовладение, там, где она уже объединена. Вот эти под многоквартирные драмы это исключение от авизм, который сохранился с тех еще времен. Рыночная стоимость объекта учитывает да хоть вид из окна этой квартиры. Кадастровая стоимость относится к территориальному разделению. Земля в Пурсиемсе вообще дороже, чем земля в Дагде и дешевле, чем земля в Юрмале в районе Дюны. Это, в первую очередь, региональное разделение. Говорить о том, что на те и государство с них считает налог. Обратите внимание, что это некоторая договоренность между тем, сколько хочет получить государство и сколько может платить население. Вы можете поднять кадастровую стоимость, если она отличается от рынка в пять раз, поднимите ее в пять раз, но пропорционально уменьшите в пять раз налог, и будет то же самое. Я сейчас задам такой вопрос, я понимаю, что он из разряда что было бы, если бы было бы, понятно, что ты не политик, не ты принимал это решение. Вот, допустим, представим, что ты не был, раз уж мы такую фразу используем, там, земельным бароном, что у тебя вообще не принадлежало никакой земли, и ты как бы нейтральный эксперт. Не была ли эта ошибка в свое время вообще создавать такой, не знаю, вид сделок, как вот покупка земли под многоквартирными домами, понимая все возможные сложности. А чем, простите, земля под многоквартирными отличается от любой другой собственности? Ну, я только исходя, вот, я не эксперт в сфере недвижимости, я просто исходя из логики, если я в чем-то не прав, ты меня поправь, исходя из своего жизненного и профессионального опыта. Но мы же понимаем, что есть многоквартирный дом, где собственников этого дома, это не просто вот один дом частный, где легче решить. Это как с акционерами, когда у тебя 60 акционеров, наверное, это сложнее управлять, чем если у тебя один собственник, да, или хотя бы два собственника, да, вот я из этого исхожу, понимая всю сложности, о которых ты рассказывал предыдущие 20 минут больше, что попробовать договориться со 120 собственными квартир в 8-м подъездном доме. Но это же с ума сойти можно. Нет, дело вообще не в этом. Почему-то нельзя отрывать проблему денационализированной земли от проблемы денационализации вообще. Да, хорошо. Ничем не отличается. Вот у меня куча денационализированных домов, и там люди потеряли квартиры. Это мы знаем, правда? Знаем, да. Это еще одна неисповедливость, так мягко говоря, да. Обрати внимание, что дом через дорогу, который стоит целиком на собственной земле многоквартирной, люди приватизировали квартиры, и в стоимость приватизации входила стоимость земли под этими квартирами. Значит, там люди честно заплатили. Эти люди, они приватизировали квартиры, но за землю они не заплатили. Хотя, кстати, имели возможность. Чего же вы теперь хотите? Что если ты задашь вопрос, а правильно ли было вообще заниматься денационализацией? Да. Вернемся в 92-й год. Значит, я не хочу обсуждать такие вопросы, потому что я исхожу из статуса КВО. На сегодня закон существует в таком виде. Но, если меня спросят, я приведу пример, пожалуйста, вон там Россия через дорогу, да, там не было денационализации. Да и у нас она была случайно. Ведь, не знаю, я там на фейсбуке написал, она произошла, стала возможной, потому что у нас сохранились записи земельных книг в государственном архиве. Николай Рыжов, который сейчас на пенсии был директором, мне рассказывал, что в свое время ему начальство сказало так, уничтожьте эти земельные книги, поскольку они никогда никому не понадобятся. Рыжов, как честный архивариус, не мог на это пойти и сплел там песню о том, что это потребует кучу денег, это уничтожение и так далее. И земельные книги сохранились. В России они не сохранились, их и вообще не было денационализации. Ну а как же, что это, Таврический дворец или Эрмитаж отдать Романовым? Да вы что, с ума сошли? Просто забыли. И что? Это хорошо? Это правильно? Просто отобрали и забыли. У нас то, что было отобрано, вернули. Хорошо вернули, правильно вернули, честно, нечестно, злоупотребление, все это проехали. На сегодня значит, ситуация такая, что квартир домов денационализированных больше не осталось, все они уже в собственности, осталась эта проблема земли. Проблема земли чисто цифровая. При нынешней ситуации 4% и то, что я дальше рассчитал, это не выгодно ни арендаторам, ни арендодателям, ни арендаторам. То есть, твой вывод или твой прогноз, что закон работать не будет? Абсолютно. Он просто, я же посчитал, что нам это не выгодно. Я просто хочу подытожить, да. Я не могу заставить их купить, а они не захотят купить. Другое дело, что я ведь и без этого закона вполне мог бы с каждым из этих жильцов договариваться отдельно. Ребята, сколько там, 60 человек, сколько хочет купить, приходите ко мне, да поторгуемся. 147 тысяч стоит, да, застольник отдам. Я имею без этого закона в рамках возможностей, просто продать, но никто же не придет, их это не интересует. Им это не нужно, это нужно только политикам, тем же депутатам, которые там ищут какую-то протестную группу, которую надо бы возглавить, которые все равно баба-яга против, и они за тебя проголосуют, потому что ты отражаешь их интерес. А в чем их интерес? Они сами толком не понимают. Я, может, такой последний вопрос задам, он, может быть, не совсем по теме, но в то же самое время характеризует общие ситуации. Вот твои ощущения, вот если так можно вкратце, почему все-таки на фоне этой пандемии и такого определенного, пускай особенного пандемийного экономического кризиса, все-таки цены на недвижимость не стали снижаться? Ведь многие говорили, ну вот сейчас, вот из-за этой пандемии бесконечных ограничений, экономика, естественно, стагнирует, вот сейчас произойдет, ну если не обвал, то цены на недвижимость начнут резко снижаться. Мы даже сейчас видим обратную тенденцию, к примеру, в Риге во многих местах недвижимость даже подорожала. потому что это напрямую как-то сильно не связано с пандемией. Ну, рынок недвижимости, он очень, он очень инерционный. Он просто пандемию вообще игнорирует. Если мы видим на биржах вот то, что называется волатильность, значит, биржи там чуть квакнул что-то, что вакцина не действует, опа, акции авиакомпании полетели вниз. Ну, меньше ездить будут. На рынке недвижимости мы этого не видим. Человек сидит в своей квартире, да ладно, пройдет эта пандемия, а жить-то где-то надо, я подержу, я ее не буду сейчас продавать, цены подрастут. Да, так все и происходит. Он говорит, он строительные материалы как подорожали, значит, недвижимость подорожает. Ну, человек просто рассуждает. И так все происходит в итоге, да? Да, это то, что мы видим, что цены подрастают, а все эти разговоры про пандемию, ну, я яростный провакцор, понимаете, меня бесят эти антивакцоры, меня бесят эти То есть, ты как интеллигентный человек, образованный в науку, веришь? Да, меня, понимаете, меня бесят, я не знаю, там парламентарий та же самая Степаненко, которая там голосует, вот ни за что не буду по каким-то религиозным соображениям, пытался выяснить, какие религиозные соображения. Да вроде она какое-то там ответвление католиков, но Папа Римский привился, и он тоже против антивакцора, честно сказали. Православная церковь вообще сказала, что отказываться от прививки это грех, причем грех не отмаливает, потому что он каждый день совершается. Но я понимаю, что там эта антивакцерность, она чисто повод для так называемого семейного бизнеса, торговли должностью в семье. Я понял, ну это твое мнение, в любом случае ты имеешь на это право. Спасибо большое за комментарий со стороны вот на такую фразу взяли семейных баронов, конечно, это преувеличение, по крайней мере, в отношении тебя. Евгений Гомбек у нас был на прямой связи посредством Зума. Спасибо большое. С успехом. Надеюсь, что внес какую-то ясность.